Что может быть лучше эклеров? Лучше эклеров могут быть только фисташковые эклеры, расскажу как их приготовить, это не так уж и сложно, делюсь рецептом. Приготовить фисташковые эклеры не сложнее, чем обычные классические, если нет в распоряжении готовой фисташковой пасты, это не проблема, как ее приготовить я расскажу, из указанного количества ингредиентов получается 10 эклеров. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. До начала готовки эклеров, приготовьте фисташковую пасту, если у вас нет готовой, нам понадобится фисташки, миндаль, сахарная пудра, сахар и вода. Измельчите в блендере фисташки и миндаль, если хотите пасту более тонкой структуры, то измельчите не в блендере, а в кофемолке. Добавьте к измельченным орехам сахарную пудру. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Влейте в сотейник воду, всыпьте сахар, нагрейте до кипения и растворения сахара, мешать не следует, только встряхивать. Влейте сироп к молотым орехам и сахарной пудре. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Влейте в сотейник воду, добавьте в нее 50 грамм сливочного масла, нагрейте до кипения. Всыпьте в сотейник сразу всю муку и интенсивно размешайте. Тесто должно собраться в комок и отставать от стенок сотейника. Дайте тесту немного остыть 3-4 минуты и вбейте в него по одному лицу. Интенсивно вмешайте яйца в тесто. Переложивайте тесто в кондитерский мешок и отсадите на противень застеленной бумагой для выпечки. Выпекайте заготовки для эклеров при температуре 200-220 градусов в течение 10 минут, затем еще 25 минут при температуре 180 градусов. Пока выпекаются эклеры, займитесь подготовкой крема. Для этого смешайте яичные желтки, сахар и крахмал. Молоко влейте в сотейник и нагрейте до 80 градусов. Влейте горячее молоко к яичным желткам, смешайте, и снова перелейте всю массу в сотейник. Поставьте сотейник на огонь и при помешивании нагрейте до загустения. Переложивайте заварной крем в миску и накройте пленкой стык в стык, охладите. В испеченных заготовках для эклеров для заполнения их кремом, сделайте боковые надрезы или проколы с нижней части. В охлажденный заварной крем раскрошите фисташковую пасту, добавьте 40 грамм сливочного масла комнатной температуры, взбейте. Взбивайте крем до гладкости и однородности. Переложивайте фисташковый крем в кондитерский мешок и заполните кремом эклеры. Для приготовления глазури влейте 2 столовые ложки лимонного сока в сахарную глазурь. Размешайте. Глазурь должна быть достаточно густой, но такой, чтобы с ней можно было работать. При необходимости регулируйте количество лимонного сока. Добавьте зеленый пищевой краситель на кончике зубочистки, размешайте. Кулинарной кистью нанесите глазурь на эклеры, и пока она не застыла, присыпьте ореховой крошкой. Пришла пора наслаждаться вкуснейшими фисташковыми эклерами. Приятного чаепития! Подписавшимся больше вкусностей Как и обещали, расскажем ингредиенты. Нука пшеничная 100 грамм Масло сливочное 90 грамм 50 грамм В тесто 40 грамм В крем Вода 90 миллилитров Соль 1 щепотка Яйца 5 штук 3 яйца в тесто 2 яичных желтка в крем Молоко 250 миллилитров Сахар 70 грамм Кукурузный крахмал 20 грамм Сахарная пудра 100 грамм Лимонный сок 2 столовые ложки Пищевой краситель зеленый 1 капля Краситель добавляйте на кончики зубочистки Этого будет достаточно, если нет зеленого красителя, можно смешать синий и желтый Фисташки 50 грамм очищенные Для пасты Миндаль 15 грамм очищенный Для пасты Сахарная пудра 1,5 столовые ложки Для пасты Сахар 25 грамм Для пасты Вода 1 столовая ложка Для пасты Количество порций 10 Спасибо за просмотр Напишите, что вы думаете Или просто лайкните Приятного аппетита Приходите еще